Вы уже подглядываете за мной? Я вас вижу. Вот сейчас должно быть нормально, кстати. Женя в эфире говорит про тебя. Ну, магазин, а про кого и про что ей говорить? А то. Во сколько доча просыпается у вас с утра? Ну, просыпается псих, да. Просыпается где-то в 10. Саша ее кормит, и она еще спит до 2 часов дня. Ложится в 12. То есть, Женя, ты поправился? Немного, конечно, немножко. Немного поправился. Привет, Владимир, привет большой. А че общаетесь? А че общаетесь? А с че? Нет, не общаемся. С Черкасовым нет, не общаемся. На данный период времени мы с ним не общаемся. Но мы с ним не ругались, не ссорились, просто перестали общаться. Потому что у него забита голова с женой, которая вот-вот там на сносях вот-вот должна родить Кристинкой. Кстати, здоровье малышу, здоровье Кристине, терпение. Пусть она быстро поправится после родов, придет в себя. Ну вот. Поэтому пока в данный момент мы не общаемся. Ну, будем общаться. Сейчас немножко все это утихнет. И вирусы, и она родит. И все будет хорошо. Передай мне привет. Привет. Женя, лучше про 1-2 поговори, как ты бы их метлой оттуда. Я бы не метлой. Я бы, знаете, есть машина такая с гидрантом. Там подъезжаешь, которые разгоняют митингующих в Европе. Сколько вашей дочери? Восьмой месяц уже пошел. С дома 2 я ни с кем не общаюсь, ребят. Ни с одним человеком. Ну, то есть, мы общаемся... А, с Ванькой Барзиковым. С Нелли Ермолаевой. Ой, да, с Нелли Ермолаевой, с Ваней Барзиковым. А, и с Руссией. Короче, дохренища. Много с кем. Жень, ты щедрый человек? Ну, я очень щедрый на самом деле. Причем щедрость моя, она всю мою жизнь мне мешала достигать каких-то своих целей. То есть, ну... И всем... Очень многие этой щедростью пользовались. Щедрые и скромные. Жень, что еще занимаетесь? Да ничем не занимаетесь. Друг другу мозги ебем. Чем мы можем... Извините за мат, простите. Чем мы можем заниматься дома, ребят? Друг другу мы на силу мональной, вагинальной и оральной мозги. Тяжело, тяжело. Мне особенно тяжело, потому что я человек творческий. У меня внутри огромный потенциал энергетический. Вот. И мне тяжело. Я не могу... Короче, в общем, тяжело, тяжело, ребят. Тяжело. Но при всем при этом всегда нужно отталкиваться от того, что есть люди, которым намного тяжелее. Поэтому спасибо Господу Богу Всевышнему за то, что все хорошо. Жень, написала в личку, будет время, выйдет. Хорошо, я тебе после эфира зайду. Обязательно отвечу тебе. Я очень хочу записать песню. Очень хочу записать песню. Очень хочу петь. Мне это нравится. Но я хочу группу свою. Я хочу, чтобы это была живая группа, живые инструменты. Я не знаю, почему до сих пор. Может быть, потому что в Армении не было. В Армении Ахперджан. В Армении не было. В Армении Чея не было. Может быть, я просто редко об этом говорю. Но я бы очень хотел бы создать свою группу. И просто я не знаю. Мне так нравится музыка. Мне музыка. Вы должны меня понять сейчас, услышать правильно. Мне нравится, как звучат определенные инструменты. Музыкальные. Мне очень нравится, как звучит скрипка. Мне очень нравится, как звучит рояль. Мне очень нравится, как звучит саксофон. Мне очень нравится, как звучит электрогитара. Мне очень нравится, когда я смотрю на себя, обнаженного в зеркало. Что вы. Эта гитара самая неотразимая. Я 35 лет на этой гитаре играю. И ни разу ее не настраивал. Всегда все четенько. Звук идеальный. Если вы понимаете, о чем я. В чем твоя отдушина? Ребят, моя отдушина в моих детях. И в том, что мои родители здоровы. В моей вере. А видите, опять же. Вот очень правильный был вопрос. Дудук как звучит? Про дудук жена моя знает. Я не знаю, как дудук звучит. Я натурал, братан. А, вообще, если про инструменты говоришь, дудук звучит потрясающе. Дудук я тоже обожаю. Я не знаю, почему про него забыл. Мне очень нравится. Дудук – это армянский народный инструмент. Ладно. Ладно. За вами было круто смотреть. Люди карантин продлили. Что будем делать? Да ничего. Дрочить и нюхать пальцы. Что мы будем делать, ребят? С сыном нет. Не часто общаюсь. Митя похож на меня. Я открою тебе секрет. Я предполагаю, что мой сын похож на меня, потому что мы с ним одной крови. Хары изменяет жене, меня подключи, все фотки покажу. Ну, давай, давай, я тебя подключу, покажу все фотки. Емка. Емка, Емка, где ж ты, Емка? Сейчас я тебя подключу. Так ты запрос скинь, Емка, чтобы я тебя не искал. Мне кажется, отдушина. Ребят, смотрите, вот опять же, вы задали вопрос про отдушину. Про то, что меня вдохновляет. Я назвал своих детей, здоровье своих родителей. Но, опять же, я не сказал о себе. Вы понимаете? То есть, внутреннее состояние мое. Вы знаете, в каждом человеке есть такая некая чаша. И вот она, она у меня вообще пуста и сухая. Это, вы знаете, во мне сейчас есть часок, которые наполнены наполовину. Что-то есть на дне. Есть часок, когда переливается. А у меня, как тот колодец, понимаете, в пустыне Сахара. Он сухой и пустой. На дне песок и воспоминания о чем-то былом, молодом. Ну, вот. Не могу найти себя, ребят. Не могу найти себя. К сожалению. К моему большому сожалению. Разговариваю с вами откровенно, ночью, в час ночи. Разговариваю с вами честно. Не могу найти себя. Остановился на месте. У меня уже под ногами огромная колея, понимаете? Под правой, под левой ногой. Из-за того, что я топчусь на месте. Мне это не нравится. Парень, ревнуй, что я смотрю твой эфир. Передай парню, что ревность – это слабость. А он у тебя сильный, он у тебя нормальный парень. Он тебя любит, он тебе доверяет. Поэтому ревновать нет смысла. Технология еще не дошла до того, чтобы через телефон можно было. Но давай поищем тебя. Давай, давай. Ты был бы крутым актером. Почему был бы, я не могу понять. Я молодой еще, мне 30 лет был бы. Я могу в любой момент ворваться. Ворваться бы в меня. Мне кажется, что я был бы плохим актером. Боже мой. Почему столько откровений? Столько честности? Ну, потому что я вас люблю. Потому что вы те люди, которые подписаны на меня. И те люди, которым интересно то, что со мной происходит. Мне кажется, это мое личное мнение. Что я был бы плохим актером. Понимаете? 30 неправды. Давай в музыку. Ударяйся. Это будет от души. Я, Миксен, я с удовольствием. Надо найти ребят, которые занимаются музыкой, инструменталов. Жень, поддержи город Ясная, Оренбургская область. Нас закрыли на карантин. Пипец. Мы тут... Ну, как я могу поддержать? Я могу... Нет, ты очень крутой. Спасибо. Я могу поддержать вас только словами и сказать, что ясные. Вы опасны. Я тоже думаю, что Женя крутой актер. Я помню, Саша тебя ревновала. Кино однозначно. Саша меня уже давно не ревнует, потому что я не даю поводов. И я никуда не хожу. Боже мой. Олигу показали сейчас. Может, тебе, наоборот, нужен опсер. Это иногда вдохновляет. Моя золотая. Я вот так по горло уже в этом дерьмище. Вот. Поэтому... А если оно вот так будет, то я уже задохнусь и уже точно никуда не выйду. Поэтому... Серый, привет. Привет, дорогой. Саша крутая. Жень, будете ли вы крестить дочку? Ну, мы собираемся крестить дочку. Тебе привет из Ростовской области. Ростов, привет. Спокойной ночи. Доброй ночи. В Москве карантин. Да когда я хер знает, ребят, у меня этот карантин... Вот. Вы знаете, самое отвратительное слово. Вот это просто. Ну, это значит слово паразит, который просто разлагает мой мозг. Вот. От услышанного, от прочитанного, от увиденного. Я не могу это уже даже произносить вслух. Давайте вот мы внутри себя, а потом уже и вот здесь в эфирах это тоже будет происходить. Мы внутри себя, каждый, кто сейчас смотрит мой эфир, внутри себя поставит блок на слово карантин. Но это не возможно. Коронавирус, карантин, вот это все, все. Изоляция. Поставьте блок. Фу, мне аж плохо стало, клянусь вам. Махачкала, привет. Привет, Дубай. Привет, береги себя. Спасибо, Леночка, спасибо. Как с... Да хер знает, как с Глебом, ребят. Габузов, Глеб, я не знаю, что с... Не пишите мне про них, пожалуйста. Жень, такие твои спокойные, искренние эфиры немного круче, чем когда ты не в духе материться. Да, да, в Москве пропускают... Как тебе, Захар Соленко, в роли ведущего было в Доме-2? Нормально, нормально, нормально. Ты идеал мужика, да, спасибо. Нормально, мне Захар очень нравится, как ведущий. Красивый, веселый. Блядь. Ладно, просто красиво. А вот. Нормально все, нормальный парень он, хороший парень. Такая же беда уже тошнит. Это точно пипец, когда... Только из-за тебя смотрел. Да, спасибо огромное. Спасибо, Перектори, Тентринтер Яндекс. Жень, ты с сыном хоть общаешься? Ну, сейчас не общаюсь. Давно не общался уже. Я пишу ему, он что-то мне не отвечает, не знаю. Дождь проснула, сейчас, подождите. Секунду. Спасибо. Секунду. 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 За подушкой. Секунду. Сейчас, подождите. жаркой а кто гадости мне пишет барселона привет одну пидораску я нашел все достаточно номер квартиры ты узнал от соси возьми большой толстый член и отсоси его и номер нашей квартиры будет номером того члена который ты за свои 30 лет отсосала но судя по нашему номеру квартиры ты соска знатная ты шлюха просто миньечица хорошо юлечка как только так сразу станки вич поддерживаю брок спасибо миксу спасибо дрова без гадости никуда ну рубиен симпатично секунду в туалет схожу пойдемте вместе так что там еще ребята что там еще скажите пожалуйста что там еще нужно вам рассказать чтобы я уже точно мог ответить каждой и каждому что я могу ответить каждому и каждой быстро быстро говори говори вслух говори вслух говори вслух говори вслух говори вслух чтобы они не слышали говори вслух говори вслух чтобы они не слышали Я специально Отписывайтесь от него Саша, я специально говорю, чтобы они не слышали А, кстати, знаете что? Мы, кстати, с женой Подожди, мы с женой, кстати, подумали Тихо, мы с женой подумали И решили Мы с Сашкой придумали ответ всем хейтерам Хотите? Хотите? Мама, пошла, пошла Я маму не люблю, люблю только папу Мама, мама, когда мы от папы избавимся, слышали? Ребят От меня и от моей жены Ответ всем хейтерам А ты, кстати, же у меня за этим следишь Поэтому я не ударю У меня, кстати, Сашка, она Она постоянно меня ругает За то, что я там, знаете, иногда схожу в туалет Да, я схожу в туалет И там, ну, что-то там не смываю Короче Вы два урода Да, да, бля Ты красивая С обившими сиськами И пиздой Как колодец Понимаешь? Как стакан Шнурок в стакан Знаешь, есть выражение? Вот это про тебя Красавица ты наша Ты, главное, ты Когда пишешь про то, что мы уроды Ты, когда это пишешь И идешь из туалета в комнату Ты, главное, сиськи свои не споткнись Которые до пола висят А то, что разможишь свой нос Картошкой Короче Значит, говорю вам всем Всем, ребят, говорю Мужчина за собой не должен ничего смывать Мужчина – это лидер Мужчина – это добытчик Он должен помечать свою территорию Ничего мужчина не должен скрывать За собой следы смывать не должен Натоптал – значит натоптал Плохо смыл – значит плохо смыл Зубы почистил Зубная паста осталась на раковине Так должно быть Так ведет себя настоящий мужчина Побрил усики Волосики на раковине Это правильно Опять дочь проснулась Мужчина ли? Одну секунду Не уходите никуда Папа пришел Папа пришел Папа пришел Продолжение следует... 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 Продолжение следует...